всем привет добро пожаловать в новый влог так спокойно с одной стороны выглядит мое утро потому что я сразу бегу на прогулку с собакой но на самом деле мы динамично собираемся в школу и к счастью сейчас муж отвозит детей по возвращению с прогулки я начинаю готовить себе завтрак и в этот день не во первых хотелось чего-то вкусненького во вторых я как видите даже снимала рецепт я думала что будет очень вкусно но что-то пошло не совсем по плану боже какая ерунда я потратила столько времени впустую это казалось что должно быть очень даже неплохо это рецепт из такого журнала который я купила в бедронке кстати да здесь тоже тарта со свеклой но это совершенно другой рецепт по нему я не готовила но что-то после этих блинчиков панкейков непонятно чего совсем не хочется ладно съем то что получилось хоть и не очень вкусно потому что времени готовить что-то другое меня сегодня нет привет привет еще раз прежде чем мы перейдем к основной части влога я хотела бы поблагодарить вас за колоссальную поддержку мне правда было грустно и одиноко несмотря на то что сейчас не очень то и весело но всяком случае чувствую что я не одна и я не устану вас благодарить за то что вы у меня есть очень ценю то что мы с вами можем разделить не только радостные какие-то счастливые трогательные моменты но и погрустить сопереживать и поддерживать друг друга это очень важно в современном мире и к счастью мой дерматит сейчас уже более-менее успокоился остались какие-то корочки только на лице жду когда это все заживет и я смогу уже снимать то что мне уже так не терпится то что я запланировала но я в процессе восстановления я наблюдаюсь у врача аллерголога дерматолога на протяжении двух лет и также я в инстаграме показала вам уход за кожей головы который на самом деле назначила мой врач еще два года тому назад и это то средство которому я возвращаюсь регулярно и тоже скажу почему я интересовалась этим моментом и вы знаете об этом не принято говорить все когда больше про стайлинг про то как красиво уложить волосы а мой дерматит атакует меня вообще по всем фронтам и мою кожу головы в том числе на самом деле очень много возникает у нас и на фоне стресса в том числе я тому яркий пример и как оказалось нас таких много спасибо за то что делились вашими историями даже присылали мне фотографии это такая поддержка ты понимаешь что ты не один в этом мире и я всегда была больше про уход чем про макияж и про уход за кожей головы в том числе больше чем про укладки это вообще не моя территория я показала вам мельком в stories в инстаграме и снова посыпались вопросы что за шампунь это тот шампунь который я постоянно где-то упоминаю своих видео так как он всегда есть моей косметички это шампунь виши линейка derkos выглядит он таким образом пожалуйста за скриньте себе я также оставлю вам обязательно название в инфобоксе и ссылку также постараюсь отыскать это шампунь для нормальных и жирных волос он идет от перхоти и от зуда слушайте в этом нет ничего такого с перхотью сталкиваются очень многие у меня самой она была несколько раз в жизни а зуд кожи головы это то что периодически ко мне возвращается на фоне разных жизненных обстоятельств назовем это так перхоть может появиться не только из-за каких-то бактерий но если вы живете в большом городе если используете разные средства для стайлинга волос если вы перенесли какой-то сильный стресс в общем поводов может быть действительно несколько этот шампунь назначила мне мой врач так как я сказала он такой густой желтый я наносила его и сейчас тоже наношу на влажные волосы хорошо так массирую оставляю его на две минуты потом смываю дальше маска и кондиционер потом уже во влоге вам тоже покажу у меня они тоже от виши и что я хочу вам сказать я использовала этот шампунь на протяжении четырех недель и так вот два три раза в неделю в зависимости от того насколько часто я мою голову и потом получается я перешла на один раз в неделю я поинтересовалась дерматолога за счет чего он так здорово мне подходит на самом деле производитель говорит то же самое но я признаюсь вам честно что я особо никогда не вникала было так что работают отлично едем дальше оказывается что формуле этого средства использована микробиомная технология с селеном ds это то что во первых эффективно помогает устранить вот этот микроорганизм который провоцирует появление перхоти после первого использования перхоти уходит и также он восстанавливает микробиом кожи головы а это залог того чтобы перхоти не возвращалась его очень часто рекомендую дерматологи он прошел все клинические испытания и огромное количество довольных клиентов так сказать я покупаю его в разных интернет магазинах или в ближайшие аптеки такая полезная рекомендация кто спрашивал кто столкнулся с тем что я в моем случае это еще и зуд покраснение иногда какие-то ранки я не знаю почему но как-то наверное потому что немногие освещают эту проблему и потом когда я рассказываю что-то такое то даже неловко но это нормально потому что аж 40 60 процентов людей в течение своей жизни сталкиваются с перхотью и со всеми вот этими неприятностями вы знаете я искала какой-то свой старый рецепт и наткнулась на древний блог там у меня были длинные белокурые волосы и я так посмотрела это так красиво сейчас они у меня в хорошем состоянии не секутся они блестящие рассыпаются и я тоже думаю может не обрезать не пора бы записаться к парикмахеров но я пока что оттягиваю этот момент думаю может зимой походить более длинными волосами не решила но я смотрю как два разных человека тогда и сейчас дело только в прическе но теперь мы с вами переходим или к реорганизации гардероба на восемь и зиму от небольшой зачистки или будем мерять новинки а пусть сначала будут новинки это всегда интереснее более актуально я знаю что вы любите распаковки примерки поэтому ставьте пальчик вверх если это так мы еще с вами посмотрим какие сапоги лучше оставить надеюсь вы поможете мне выбрать и также глянем что за пуховик я купила это все мои заказы приобретение то есть и я показываю то что и как я ношу и возможно что-то мне не подойдет буду отправлять обратно и вначале у нас шикарный свитер я специально сейчас его не заправляла никак не подворачивала для того чтобы вам было понятнее так как размер универсальный это бренд ли джо у них очень классные свитера на самом деле потому что они не скатываются и хорошо носятся это у меня уже не первый свитер и каждый сезон я что-то доотхвачу у них его можно носить абсолютно по-разному то есть с леггинсами не заправляем с брюками на высокой посадке наоборот и я считаю что более базовой удачной модели свитера в принципе нет не нравится вот эта стоечка я уже вам рассказывала да чтобы не было никаких отворотов чтобы это как-то не отвисало здесь видите все хорошо все как я люблю боже ну какой цвет почему у меня его так мало в гардеробе наверное нужно это менять я же ношу все это дело вот так слегка заправив его спереди я оставлю вам ссылки на этот свитер вообще на новую коллекцию лиджо и постараюсь выпросить код который указывала в инстаграме не знаю он еще работает или нет он дает 20 процентов скидки на весь ассортимент поэтому если вам что-то понравится то сможете заказать более выгодно брюки брюки у меня 36 размера они великоваты на меня в области талии но так как я сейчас заправила свитер то очень даже хорошо меня конечно останавливал цвет потому что светлая осенью и зимой согласитесь это не очень практично но так сложно найти такого плана брюки они не белые они молочные и 34 я мерила они как-то коротковато что ли то есть под каблук я бы не могла их носить поэтому взяла эти если бы мы с давидом снимали примерку то ну понятное дело я потом бы не могла вернуть если что сумка у меня пинку я заказывала ее в прошлом году на ансвере и она очень хорошо носится нигде ничего не поцарапалась при том что это не особо-то зернистая кожа или кожзам я честно говоря не проверяла и я еще должна добавить что я отдельно покупала вот эту цепь она вообще шла с такой широкой ручкой и цепочку видите я таким образом закрутила благодаря этому ручка чуть короче не чуть а так прилично и размер у нее хороший она чуть больше чем многие мои сумки сюда куча всего помещается а внутри в брюках у меня запрятаны еще и сапоги довольно широкие на устойчивом каблуке им несколько лет я приобретала и в заре не знаю есть ли сейчас такие же но точно видела в массе модуль тем такого же цвета так как у нас уже буквально на носу зима то нужно утепляться и я люблю такую многослойность в нарядах поэтому ко всему к этому я добавила еще и шерстяной жакет это тоже лиджио у меня размер с здесь 70 процентов шерсти и например если поверх надеть какое-то пальто или пуховик то точно не будет холодно брюки можно сменить на карамельные у лиджио есть и в цвете хаки что угодно можете надеть леггинсы в общем мне очень нравится и как вы понимаете теперь в моем жакетном ряду хорошее качественное пополнение покажу вам поближе фурнитуру и ткань вот так это все выглядит и конечно же в жакете есть подкладка вы знаете что я нахожусь поиски пуховика желательно удлиненного я знаю что многие советовали мне массимо дутти но что-то с ценами у них в этом сезоне я сначала заказала в заре и если все будет плохо тогда буду думать открываем я люблю заказывать вещи домой потому что они всегда так аккуратно сложены все такое новенькое никто до меня не аккуратно ничего не мерил эстетическая распаковка вошла в чат как говорится и вот он пуховик ну цвет красивый у меня не нравится прям совсем даже если отпарить о теплый карман это плюс и цвет как кофе с молоком у меня размер xs ну что он какой-то такой совсем бедненький капюшон маленький хочется чтобы он был объемным е-мое почему это настолько сложно найти просто хороший пуховик видео он такой оверсайз ну что-то я не знаю как вам я за то чтобы его вернуть обратно давайте попробую заказать еще у массимо и мы вместе с вами проголосуем какой из них лучше но я наверное уже склоняюсь к тому что нет даже как-то гулять с собакой ну не знаю лучше оставить старый который уже стиранный перестиранный но все равно нет может вы меня переубедите а может на камере он будет выглядеть лучше и вы скажете типа а чё ты возмущаешься что ты хотела я просто хотела базовый лаконичный пуховик ну нет прежде чем мы перейдем к следующей вещи я должна сказать вот что все что я сейчас здесь показываю это моя личная инициатива это мое личное мнение никто меня об этом не просил это не рекламная компания и я знаю насколько сложно найти какие-то качественные вещи поэтому я всего лишь делюсь с вами какими-то наводками куртка которая сейчас на мне также ли джо я знала что они появятся в продаже я ждала их такая же есть еще и черная и по-моему в каких-то других цветах крайне сложно найти такую современную базовую классическую но актуальную косуху вот этот пояс снимается она слегка удлиненная немножко оверсайз и самый кайф в том что она выполнена из плотного кожзама который держит форму она не висит она будет хорошо защищать от ветра даже если под низ надеюсь шерстяной свитер так как я сделала сегодня то не будет холодно можно еще как-то утеплиться надеть термобелье и весной потом я абсолютно точно буду ходить в такой куртке это вот та идеальная куртка которую я себе рисовала в своем воображении если вот такие как бы погоны они наверное как-то правильно называются заклепки все это застегивается отстегивается можно прикрыться от ветра можно наоборот вот так разложить воротник она действительно бомбическая я вам серьезно говорю и если вы ищете такого плана косуху то вы уже знаете где ее можно приобрести куртка у меня в размере с все еще с этикеткой потому что я еще не успела ее надеть на улицу здесь и подкладочка кстати я ее отпарила отпаривателем и в принципе даже если ее развесить ну хотя бы на ночь оставить на вешалке она сама прекрасно выравнивается еще одна хорошая новость состоит в том что если вам нравились вот эти мои ботинки они гиперудобные вот не знаю как вам еще можно это передать они кожаные это бренд альдо я заказывала их в прошлом году но сейчас они снова появились в продаже на польском ансвере и на украинском есть несколько цветов и все размеры поэтому если пытались их выловить то тоже держите ссылку но не здесь я в инфобоксе когда у нас было еще тепло я носила этот жакет без куртки даже две девчонки на улице подошли спросить откуда у меня такой интересный кардиган это не кардиган а именно жакет тоже лиджо я сейчас очень жалею что я не заказала к нему юбку из такой же ткани и такой же расцветки вообще-то я всегда подворачиваю рукав но знаете что он здесь полноценной длины мне как-то так удобнее под ним у меня потрясающие боди от милс карты с таким квадратным вырезом это уже второе которое есть моей коллекции первое зеленое я вам показывала еще и черное когда носишь леггинсы это супер удобно потому что нигде ничего не тянет ничего не врезается ничего как-то не подскакивает и с жакетами это супер решение возвращаясь к жакету он идет с такими черными пуговками ненавязчивыми просто пластиковые но очень качественная ткань хоть и плотная но вещь настолько комфортная я вам не могу это передать через экран но поверьте мне что ничего подобного вы не найдете ни в одном магазине масс-маркета если вы ходите в офис на работу то можно надеть например юбку-карандаш или же любые брюки джинсы я вот сегодня в таких леггинсах они из зары между прочим помните я покупала похожие леггинсы манго из актуальной коллекции и там уже не работает замок я не знаю что за беда или только у меня так и обувь у меня вагабонт тоже в прошлом году заказывала на answer но я уверена что точно такие же есть и в актуальной коллекции они бывают и покороче у меня такие слегка завышенные это кожа и они очень хорошо носятся вот такие у меня комплектики получились напишите какой из нарядов вам понравился больше всего дальше у нас за ландо и и обувь я ищу он какие-то классные качественные шоколадные сапоги оооо вот это да здесь вот такая пряжечка сверху тракторная подошва сзади есть еще вот такая прикольная лейба и внутренний замочек чтобы было легко снимать и обувать приведя сверху у меня возникают вопросы вы это видите левый сапог помятый и причем это точно не из-за того что их кто-то носил или примерял дома просто как деформированный странно при том что они вообще ни разу не дешевые и обратите внимание на подошву ну это не было видно на фотографиях на сайте больше всего мне не нравится то что левый уже вот такой вторая запылившаяся коробка от бренда даже не знаю что это такое просто понравились сапоги ух ты как красиво здесь тебе и пыльнички обалдеть и какая красивая бумага я впервые такое вижу вау ну это уже более рыжие нечего двухцветные а на фотках на заланда обе пары были вот приблизительно такого цвета а тут оба приветики нет но они конечно очень красивые но я хотела кое-что другое я не стану снимать вот эту бумажку с пряжки потому что мне кажется что они тоже поедут обратно с одной стороны не хочется переться в торговый центр да и выбор там я особо радую то есть он очень ограничен онлайн гораздо больше всего но вот такие переключения с покупками онлайн посмотрите какая подошва я взяла себе 37 размер и он мне очень хорошо подошел в общем ситуация следующая вот эти не очень нравятся если бы они были однотонными я бы даже не сомневалась пусть даже если бы они были вот такими как на носике я бы тоже им это простила у меня вот здесь не широко то есть не сложно найти какие-то сапоги которые будут сидеть хорошо по икре и вот там в области щиколотки они такие удобные вы себе не представляете но нет я понимаю что меня не то чтобы будет раздражать что они вот такие мне не так просто будет их сочетать и с одеждой и с аксессуарами поэтому увы ах придется их вернуть но я еще посмотрю что есть у этого бренда потому что они конечно удивили так удивили качество супер и коч они как-то так сильно проигрывают да если вот так посмотреть во первых они погрубее будут а во вторых даже вот как-то качество кожи и то как они смотрятся особенно когда у тебя есть чем сравнивать а цена приблизительно одинаковая ну там плюс минус то есть это одна ценовая категория не дешевые обуви ну решила я тут что-то выбрать для себя и какие вам нравятся больше эти типа как более современная а эти классические нутки ух сапоги наездницы шок контент уже никто не носит джинс скинни а я себе купила знаете почему потому что я не знаю какие еще можно надевать с вот такими сапогами тем более что поверх у меня будет какой-то жакет или кардиган это zara такие супер скинни и вот номер артикула ну что берусь за работу у у меня сегодня цель избавиться от старого ненужного того что я не ношу нужно перебрать все футболки вы знаете не просто старое то что вышло из строя что-то что возможно меня разочаровала что-то что не пригодилась также давным-давно были какие-то необдуманные покупки и конечно же все это периодически нужно расхламлять но я еще раз повторю что вещи я никогда не выбрасывала даю им вторую жизнь например вот этот комбез наверняка многие из вас помнят я даже найду фотографию в прошлом году я выносила он после стирки видите какой помятый но правда уже ткань настолько выстиралась если даже его разгладить то выглядит это так себе поэтому поэтому подумаю что сделать именно с ним но я его конечно в свое время очень сильно любила и носила миллион раз без преувеличений супер актуальные футболки с плечиками у меня и даже целых две его приобретала их в манго это хлопок но после стирки после стирок многочисленных они выглядят так даже если разгладить то это доча катастрофа поэтому тоже к сожалению out вы себе не представляете как я любила это даже не жакет и не рубашка как это можно назвать это нечто среднее на подкладке когда-то это смотрелось очень красиво есть еще и пояс мой любимый теплый оттенок хаки я помню что покупала на распродаже и здесь даже не было пуговок но меня это вполне устраивало и тоже эта вещь отслужила свое когда-то любимый комбинезон из манго тоже приятный материал но я поняла что несмотря на то что он в неплохом состоянии я все равно его не надевала не в этом году ну в прошлом наверно несколько раз я думаю что кто-то потом после меня будет его любить точно так же последнее время меня практически не тянет на всякие там цветочки принты и я покупала этот топ на распродаже в зале какое-то время тому назад в этом году не надела ни разу делаю выводы и сейчас конечно мой стиль изменился я в желтом костюме костюм из резервтон из плотной ткани точно такой же как бежевый который я показывала вам в покупках классную такой объемный так вот стопом мы тоже прощаемся еще одно платье из заре тален ну что я его сносила здесь типа такая вышивка по ткани но из-за большого количества стирок вышивка в некоторых местах растрепалась помимо этого из-за тонального испачкалась горловина она уже никак не отстирывается никакой отбеливатель это платье не берет ему пару лет наверное года три а то и четыре я думаю что могу от него избавиться девочки сейчас расплачусь вы помните этот желтый жакет тоже из аутлета или из распродажи манго его первоначальная цена была высокая я отхватила свой размер многие потом еще в аутлетах находили такой же жакет но заносила его залюбила буквально на смерть я думаю что если он не рассыпется то я никогда его не отдам я возила его миллион раз химчистку и он конечно уже подгулявший прощай мой друг буду скучать это жакет который нравился очень-очень многим из зары и у него такая интересная фактурная ткань проблема в том что в некоторых местах появились зацепки вот если сейчас присмотреться поближе я думаю что на камере черный цвет не настолько хорошо передается чтобы показать все изъяны но знаете прям мелкие мелкие зацепочки то есть ткань оказалась деликатная хотя смотрелся он очень эффектно ну ничего не бывает вечным тоже пока посмотрите что произошло с шортами они были кремового красивого цвета и мало того что со временем здесь начал заедать замок или расходиться в самый неподходящий момент я помню что мы с Настей были в закопанном и я поняла что из кафе мне нужно как-то выйти и держать шорты на месте дабы не шокировать окружение и еще знаете что цвет шортиков также изменился после нескольких стирок несмотря на то что я их ни с чем не стиралась с тем что могло бы их окрасить у меня есть предположение что где-то вот эта краска возможно окрасила основу я не знаю что пошло не так но это уже не смотрится так как сначала еще один жакет как вы можете понять у меня сегодня серьезная зачистка это у нас Zara жакету два года я думаю что вы его помните по моим видео по моим stories очень красивый цвет он такой тоже не структурированный не жесткий с подкладочкой но знаете после очередной химчистки он как-то так то ли сел то ли не знаю но некрасиво собирается тянет с одной стороны я недавно надевала его и даже снимала в нем влог но тогда уже заметила что с ним явно что то не так и это наш с ним последний раз две пары старейших брюк из Zara белого цвета когда то но сейчас это уже такой белый на пенсии назовем его так возможно камера не передает но серьезно уже аж стыдно надеваешь с новой белой футболкой и сразу видно что но этим брюкам уже не один год они такие асимметричные внизу спереди укороченные я помню что многим из вас они нравились я сама носила их не снимая у меня видите как две пары сразу пока одни в стирке я надевала вторые но уже все так девчонки ну скажите что я не одна у меня не так много джинсов скини и вот одни с блестяшками с такими вот типа как стразиками это Stradivarius сидят они неплохо но реально я не ношу такие вещи я помню что в прошлом году мы снимали примерку у меня не было других джинсов скини и тогда меня еще захейтили как ты можешь носить такой антитренд еще одни брюки и два года и девчонки я не знаю что не так но они у меня постоянно трещат вот сзади причем они на меня не то чтобы узкие они вообще оверсайз широкие такие свободные но почему то каждый раз когда я приседаю они только и все я несколько раз их зашивала но они меня задолбали и ткань уже так как то некрасиво собирается когда это снова сшиваю в очередной раз все с меня хватит жакет из манго тоже из какой то распродажи или из аутлета но это не так что я нахваталась типа со скидкой этим вещам которые вы видите ну в основном не один год так точно и сейчас я уже смотрю на него и понимаю что у него слегка такой устаревший крой он не приталенный но все равно он не оверсайз так как мне нравится сейчас ткань здесь такая мигусенькая и цвет как выстиранный синий ну да я думаю что нет смысла захламлять свой гардероб и создавать видимость того что у меня много вещей которые меня уже больше не так сильно радуют как раньше некогда обожаемая мною юбка длины медиа она из зары и она уже так потрепалась растянулась после стирки джинс все равно такой мягкий вот никакой и вы знаете удивительно но она растянулась я не могу сказать что я как то сильно похудела так чтобы все вещи болтались но все равно она на меня сейчас велика очень интересная штучка из зары она из какой-то такой коллекции которая была подороже но я ж тут мониторю все распродажи смотрите это все ручная работа пайетки бисер так красиво конечно расшита но я понимаю что за последний год я не надела ни разу конечно жалко мне это все отдавать ну не все есть вещи которым просто уже необходимо отправиться на выход но вот это просто знаете как висит и висит я думаю что я не скоро надену его снова такая элегантная вещь правда с черными брюками носила с рубашечками но я думаю что нет все таки нужно не захламлять свой гардероб и как то расставаться даже с тем что тебе нравится если не носишь ну как нравится на вешалке но порой вот такие необычные вещи тебе надоедают знаете уже на все праздники надела хочется чего то нового может попробую продать аксессуары также потихоньку перебираю смотрите какой ремень я не знаю когда я его покупала наверное 100 лет тому назад раз я даже не помню он кожаный пряжка ну я даже не знаю с чем бы я сейчас это носила я мечтаю о качественном ремне я уже присмотрела себе один но пока что нужно копить деньги это что то не кожаное наверное из H&M хотелось бы пошире вот и так же убираю вот эту сумочку она уже не знаю наверно никому не пригодится из SHEIN по моему ох сколько раз я ее носила она еще и здесь с таким типа как мехом пони ну гляньте она уже убитая горем от того что мы с ней прощаемся была вот такая цепочка носила кроссбади ой какая она длинная шок контент как я ходила в таких коротких фортах вы мне можете это сказать я их мерила как бы налезают все окей но видно же пятую точку я что как то не знаю даже дома с собакой комары грызут как дома с собакой на прогулке с собакой утром или после обеда комары грызутся так что никуда я не хожу в таких шортах больше сейчас мне кажется уже тоже большинство прошли этот этап любила я этот костюм как и большинство своих вещей как вы слышите по моей речи в этом влоге кто помнит я даже была в нем на встрече с моими зрителями в Киеве и куда я только его не надевала я вот думаю может я так зря смотрите какая красивая юбка блин вот это я вообще хомяк в этом буду сидеть перебирать то что я уже решила выбросить или отдать не знаю зачем я храню эту юбку которую сезон перегорела я с этими юбками миди когда то они были настолько актуальными что у меня были во всех расцветках помните такая красная у меня была из страдивариуса ну все думаю может куда то поеду и там она мне пригодится но пока что не поехала даже если поехала то не пригодилась юбка как помните свитер василькового цвета я обновила этот как то не знаю так некрасиво растянулся на одном плече и такое впечатление что здесь дырочка когда то снимала в нем собиралку и многие почему ты носишь свитер с дыркой это не с дыркой это он так странно растянулся и слегка подскатался но вы знаете для свитера которому тоже не один год из страдивариуса это еще окей это тоже был классный костюмчик был ну как он есть и пока он в хорошем состоянии а я не ношу тоже решила отдать я далеко не все выбрасываю вот летние брючки аккуратно сложу в органайзер до следующего сезона предвкушаю вопросы о том зачем тебе столько вещей я могу сказать что во первых мне всегда нравилось разнообразие во вторых для дома у меня одни вещи на выход другие что-то элегантное что-то летнее что-то зимнее ну и конечно же всегда делаете скидку на то что я блогер и если бы я не вела свой канал конечно же одежды в моем гардеробе было бы гораздо гораздо меньше ну наконец-то я закончила и мне обязательно нужно купить еще один органайзер этот уже не застегивается просто раньше я оставляла часть чего-то сезона в гардеробе а сейчас предпочитаю больше разделять что на лето что на зиму тогда у меня есть свободное место в шкафу и не полностью все забито смотрите как хорошо я расхламилась сколько свободных вешалок и здесь у меня несколько обновлений я не показывала вам еще кое-какие новинки от милс карта обязательно это сделаю футболочки разных цветов с надписями и без них милс карта у них приятное качество и такие модели как мне нравится здесь у меня висят рубашки в основном вообще-то это все рубашки которые у меня в принципе есть какие-то изолена я все-таки сложила в органайзер большинство из всего этого это какие-то старые приобретения и футболки футболки какие-то маечки и так далее внизу здесь у меня часть каких-то кофт свитеров и вообще-то свитера я стараюсь сейчас не вешать не то чтобы стараюсь они у меня как-то не вытягиваются не деформируются но пока что я не все доставала вот там они у меня сложены так как у нас еще не прям совсем мороз а это шерстяные вещи какие-то супер теплые какие-то гольфы водолазки я ношу с жакетом когда уже совсем холодно так что пока что вот даже внесезонные вещи можно сказать потому что кардиганы я носила и летом так это вот одно отделение во втором у меня в основном висят джинсовые куртки вообще-то джинсовые куртки тоже нужно сложить но у меня уже не хватило место в органайзере поэтому пусть обитают здесь рубашки рубашки я тоже надеваю в холодное время это кстати вот лиджио да тоже не первый сезон она шерстью очень классная мне сейчас есть новые расцветки это алиэкспресс какие-то толстовки которые мне хотелось бы иметь на виду и дальше жакеты это еще не все у меня есть несколько которые я вам показывала нужно их сюда принести внизу у меня обитают это еще пока что временно все я наверное еще как-то буду перекладывать когда достану остальное значит смотрите я чаще всего ношу спортивные костюмы поэтому они у меня выложены что-то сзади что-то здесь я выхожу один раз собака и я возвращаюсь грязная поэтому каждый день приходится переодеваться здесь тоже какие-то домашние костюмчики трикотажные девочки я же надеюсь мы вместе с вами там все перепираем гардеробе вы включаете видеофоном и вперед убираем то что не носим смотрим чего не хватает и так далее здесь я разложила какие-то черные брюки джинсы и большой микс опять же два костюма которые не влезли но возможно я еще надену их на праздники какие-то платья это пончо оно уже подскаталась из резерт но все равно жалко жалко пока что избавиться это платье из распродажи даже не показывала буду носить дома ну и какие-то платья вот такие комбинации которые я тоже буду надевать на праздники или просто под жакет так здесь все и последнее отделение господи мне еще нужно навести порядок белье но это уже завтра сегодня у меня сил нет джинсы джинсы разные но в основном это какие-то свободные модели мне сейчас такие нравятся всего несколько у меня скини джинсов а бежевые брюки какие-то кожаные леггинсы это моя большая любовь вот здесь все светленькое лежит отдельно уже хотела с вами прощаться но вспомнила что обещала показать кондиционер для волос и маску так как я говорила это у меня виши линейка витаминная серия это вообще супер я пользовалась когда-то шампунем тоже идеально мне подходил но так как на данный момент кожа проблемная то использую другой очень хорошо разглаживает волосы они такие рассыпающиеся блестящие и на очень-очень долго хватает и одного и второго средства кстати я несколько раз уже приобретала все вот это маска буквально вечная она с протеинами здорово питают волосы они такие как оживают после нее и хотя бы раз в неделю стараюсь наносить где-то от середины уха по длине вниз вот такие штучки для волос такой влог не забывайте поставить пальчик вверх если вам было интересно если вы вдохновились на уборку вместе со мной подоставала из душа даже капает вода из них все всех целую обнимаю пока-пока до новых встреч уже совсем скоро